Тревога, панические атаки и нарушение сна. Найти и другие симптомы стали жаловаться алматинцы после недавнего землетрясения. Одни мучаются от постоянного страха, другие не могут заснуть по ночам. Психологи советуют обратиться к методам самопомощи и не поддаваться эмоциям. Как восстановить нервы и чем чревато такое состояние? Рекомендации специалистов собрала Аида Иманали. Алматинка Кундуза Саубай вспоминает ночь землетрясения с ужасом. Женщина признается, что последние дни не могла уснуть без успокоительных. Она успела собрать свой тревожный чемодан на случай повторных подземных толчков. Поступает много уведомлений о том, что подземные толчки могут повториться. Это тревожит меня еще больше. Помню, мы в ту ночь уже уснули. Почувствов толчки, я побежала к своему ребенку. Накинув куртку, мы быстро покинули дом. Я не могу уже уснуть целую неделю. Мне помогают успокоительные. Между тем, отдельные психологи не рекомендуют злоупотреблять успокоительными. Специалисты утверждают, что тревожное состояние вызывает настолько сильный страх, что человек начинает жить в ожидании паники. Для таких людей я рекомендую прогулки, слушать что-то классическое. Пение птиц. Для того, чтобы он таким образом заземлялся. Для того, чтобы контролировать свои тревоги, вот эти эмоции, ему можно в день определить какое-то время, когда он будет тревожиться. И тревоги свои, опять же, как-то фиксировать или с кем-то проговаривать. Одной из основных причин панических атак по словам специалистов является страх не добраться до безопасного места в случае повторного землетрясения. Высота зданий и сложности с эвакуацией могут усугубить чувство тревоги и беспомощности, говорят психологи. Впоследствии ЧП тяжело переживают и дети, которые столкнулись со стихией впервые. Специалисты говорят, что ребенок часто копирует поведение взрослых, особенно в стрессовых ситуациях. Паника родителей может привести к тому, что их чадо также начнет проявлять признаки тревоги. Нужно почаще ребенка своего обнимать, давать телесные какие-то сигналы ребенку, что я с тобой, ты в безопасности, я тебя не брошу. Если родитель сумеет себя саморегулироваться, справиться со своими мыслями, справиться со своими реакциями, естественно, это будет передаваться и ребенку до 10 лет. А если ребенок уже подросток, ему эта информация должна быть осведемлена через информацию, через школу, через таких поддерживающих профессий, как психологи. Пережитый стресс может повлечь за собой кучу неприятностей, хронические заболевания, раздражительность и нарушение сна. Психологи советуют избегать контента, который вызывает излишнюю панику, тревогу и заняться спортом или другими приятными делами. Если самостоятельные усилия не приносят результатов, то лучше обратиться за помощью к специалистам.